В двух километрах от села Ильинка в две похожие аварии с идентичными последствиями попали четверо автолюбителей. Отчасти водителей подвела специфика участка дороги. По обе стороны от проезжей части растут деревья, создающие тень. Оттаять асфальт не успевает, поэтому оба столкновения произошли в условиях гололеда. Первой парой попавшей в просаг стали водители Ниссана Скайлайн и Тойота Короллы. Мужчина на универсале ехал впереди. Он профессиональный шофер, водит пожарную машину и в момент ДТП направлялся в расположение части в Некрасовку. За рулем спасатель провел четверть века, поэтому к тяжелым дорожным условиям был готов и старался придерживаться разумной скорости. Его оппонент имеет куда меньше опыта. Права он получил в прошлом году. Водитель Скайлайна не успел остановиться перед Короллой и протаранил ее в заднюю часть. Ниссан после удара замер на встречной полосе, а Тойота скатилась в заснеженный кювет. Через несколько минут в аналогичном положении оказался автомобилист на Тойоте Ипсум. В него тоже врезалась машина, едущая позади. Субару Плео управляла женщина. В автомобиле вместе с ней ехали двое детей. Двух и девяти лет. Малыши, к счастью, не пострадали. Автолюбительница говорила, что ситуация не столь однозначна, как в первом случае. Мол, водитель Ипсума сам спровоцировал ее к экстренному маневру. Он начинал, не знаю, тормозить или уходить от другой машины. Я так и не поняла. Это все вдоль секунды. А под дорогу видите сами, какая дорога. Я не успела. Все, я по тормозам, у меня блокируется, у меня на встречку. Я хотела от него уйти. Все, вот догнала. Точка зрения шофера минивена отличалась кардинально. Он пенел на торопливость дамы, которая не хотела ехать медленно и рискнула пойти на опасный обгон. Мы ехали все с троем потихонечку. Она летела сзади. Она хотела меня объехать и ударила мне в бок. Она ей показала, чтобы начали по дороге? Я не знаю, что ей показалось. В доказательство своих слов мужчина передал инспекторам данные свидетелей, готовых подтвердить его слова. Женщина тоже готова была достать козырь из рукава запись своего видеорегистратора. Правда, демонстрировать видео публичным по каким-то причинам она отказалась. Материалы о втором ДТП, вероятно, будут отправлены дознавателям. В первом же случае виновником был назван шофер Скайлайна. С места происшествия Наталья Кущенкова, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.